Он в одном ролике меня критиковал, говорил Котлярову, это работает на Ротшильдов и на Рокфеллеров, его наняли для того, чтобы он вам мозги компенсировал. Ну, я над дядю Толе не обижаюсь, потому что он просто выдающаяся личность, он талантливый художник, это я ссылку на его канал кидаю. Ну, получаем опыт, развиваемся, а цель-то какая, получается, отбить ячейку, да, и сделать ее идеально для существования человека, или как? Просто, вот тут у меня как бы все. Ну, смотри, у нас по умолчанию, грубо говоря, был ПВЕ сервер, а нам навязали ПВП. То есть, еще сравнительно недавно, тут 40 тысяч лет назад, был самый настоящий рай. То есть, наши с вами предки жили в теремах, летали спокойно на летающих тарелках, питались там раз в месяц, там съели яблоко, и все, и сыт. Вот. А потом, как бы, паразиты, как бы, это, проникли к нам, ну, и начали этот рай. То есть, даже паразиты же откуда-то появились, если они... В спекельных миров, то есть, любое, как говорится, даже наша огромная планета, наша огромная. И там, вот, возьмите торт Наполеон, разрежьте его вдоль, вот это наша планета, то есть, идет слой крема, это океан, потом идет слой теста, это земля, слой крема, слой теста, и так до бесконечности. И мы где-то в середине планеты, поэтому, когда мне говорят, вот ты отрицаешь там полую землю, самое смешное, что сотовая земля вмещает себе и полую, и плоскую, и даже можно и космический корабль, многие говорят, что наша земля космический корабль. Все теории, моя, скажем так, догма в себя вмещает. Тогда, я не смотрел, про космос. А что космос? Над нами купол, над куполом более, наши предки это называли океан. Там плотность очень мощная. Вот возьмите яйцо, попробуйте раздавить, вы его не раздавите. Но если правильно будете давить, не пальцами, а просто возьмете, обхватите, вы яйцо не раздавите. Поэтому там летают корабли, которые на порядок выше. Они всегда шарообразные. Вот эти Марсы, Венеры, Меркурии. Это даже не межсотовый транспорт, а меж двумя мирами они, верхним и нижним, могут перемещаться. Луна наша, это чисто межсотовый транспорт. Еще сравнительно недавно, когда ее сильно побомбили, сколько там, лет 200, по-моему, назад, она на ремонт улетала в другую соту, и люди очень долго ее не наблюдали. Мне сейчас иногда пишут, Слава, куда Луна оделась, ее уже три дня нет. Я говорю, я шел, главный поэто. Да, это межсотовый транспорт. То, что внутри Луны, Луны, кстати, происходит там в определенных отсеках. Можно посмотреть люди в черном, когда у них там, помните, показано этот аэропорт, или что там, это движуха у них идет там. В общем, Слав, ты считаешь, что вот это все кинематографы, все вот такие, где все вот эти игры, они не просто так, да? Это абсолютно копия действительности, причем наши светлые через темных закидывают нам подсказки. У наших же предков был такой термин, вот ты просто изучите книгу, аудиокнигу «Летописи страны Арии». Она 9 часов идет, но там... Можешь скинуть эту книгу. Сейчас, это... Там, вот я, Серега Тарасова, когда он мне задавал вопросы, говорю, Сережа, говорю, послушай эту книгу, 200 вопросов, которые ты мне задаешь, они отпадут. Он послушал, говорит, действительно, после этой книги я уже половина того, что у тебя спрашивал, мне незачем спрашивать, потому что там все ответы, которые я бы задавал бы тебе вопросы, там я нашел. И там у наших предков был термин такой «заразить любовью врага». То есть не убить, а именно заразить любовью, чтобы он стал светлый и чистый. Вот поэтому наши светлые иерархи, которые курируют, тут две светлые цивилизации наши. Я вот ролик готовлю один, хочу снять это, про химтрейлы и про круги на полях, в которых попытаюсь объяснить зрителям, что наши светлые иерархи, вот эти круги на полях, создают для того, чтобы перекодировать ГМО более хотя бы чуть-чуть, это полезную пищу. Потому что, если бы они не чистили наши поля, то мы уже давно бы скопытились. Я вчера выступал, сказал, что заразить любой... У меня сейчас такая в голову попала, да? Ну, я сам все вопросы на это задавать, кто я, и как бы я относился к семье, да, и пусть я забрал. Самое самое главное, что слово «темный» имеет положительную нагрузку. У нас же знаете, какая фигня получилась? В двух словах. Те слова, которые мы используем в положительном качестве, они 90% умеют негативную нагрузку. И наоборот, светлые слова мы используем в негативной форме. Вот, допустим, «темный», я уже говорил в роликах, это у нас была цифра. «Тьма народу» — 10 тысяч. А если это была армия — 10 тысяч, то был генерал. Но он не назывался генерал, он назывался «темник». Поэтому я все пытаюсь найти их не настоящее имя, но мне, скорее всего, их не дадут, потому что их имен дофига. Надо их просто серыми называть и все. Греями. Или серыми. По поводу этого, если, ну, и время есть сейчас. Да есть, с удовольствием. Профект Мандело. Я вот смотрел один, сделал, и... Ну, могу, что хочу, конечно. Много, чем сказать, нанесли. Пока про Мандело. Недавно смотрел 10СМ, вот Юра, да? Тома парень, только не глупый, интересный. Да, я его уважаю. Макс Объеляевый. Он общался там с ребятами, и под конец заряд какой-то парнишка странный такой, непонятный. Ну, смотри, ну, с такой интересной историей, там, на и шахту. Я, вручил, у тебя даже сейчас не знаю, думаю, что, я думал, ты увидел эту конференцию. Не, принципиально, не стал смотреть. Знаете почему? Потому что я должен был быть докладчиком, а я проспал. и поэтому я чтобы тебя не расстраивать я должен был в этой конференции быть я ее создал он говорит хорошо приглашу людей всех позвал а сам не пришел давайте я вам сразу про эффект манделы если вы не смотрели ролик мой где я уже четко говорю что я разобрал этот эффект с максимальной достоверности то есть есть ролик где я рассказываю что на самом деле этот эффект мандела означает обязательно ну баги вот я по своим играм знаешь иногда глючила просто предметы и артефакты оставались я уже пять месяцев ничего не играю значит смотрите с 2003 года до официального релиза в 2004 я играл 6 лет вов потом на официальном европейском вру мирах 6 лет я отдал вову потом три года аллоды онлайн и до 25 января с релиза black desert онлайн но есть есть маленькая но я играл раньше иногда в 2-3 окна то есть играя в вов я еще мог запустить 2 онлайновые игры просто изучать их это потихоньку то есть я на самом деле за эти 9 лет или сколько там 12 я изучил очень много онлайн новых игр ну не сейчас я хочу создать с 2002 года я набираю в команду всех даже кто ничего не умеет делать я иногда шучу говорю игры нету даже бета-тестеры подойдут не так это же включает на самое основное что игра должна нести это те знания которые я несу в роликах человек будет квесты выполнять не просто убей каких-нибудь 10 волков а соберись них азбуки веди там боги веди там ну к смысле это буквицу учить понятно что я по планах когда она будет создаваться у меня друг андрей это поправляет горит не говори если говори когда теперь я благодарю говорю когда она будет создаваться она у меня по умолчанию задумывалась таким образом так как я знал что мир сотовый но из-за того что меня прослушают постоянно мяско пей сейчас капитально полгода прослушать и телефон а до этого два года прослушивали не сильно ошибка кстати из-за этой долбаной прослушки появилась игра кайфорж то есть они взяли и просто то что я рассказывал скайпе они взяли но не знаю знаете вы игру skyforge ну короче это разработчики лодов онлайн создали эту игру ну фиг с ним вот и поэтому я немножко уходил специально от терминов я использовал общеизвестные а для себя двух словах так чтобы игрокам было интересно играть допустим я хочу чтобы игра была для всех интересно у нас как получается игра либо фэнтези либо там с автоматами калашникова бегает либо еще что-то а я хочу для каждого игрока что в каждой соте был ему полюбившийся мир любишь фэнтези пожалуйста и заходи в соту где эльфы и гномы бегает любишь с автоматом калашникова бегать пожалуйста заходи в соту где это любишь после апокалипсис как фоллаут или stalker тебе будет сота с локацией то есть но там все будет как говорится в голове то я все рассчитал думаю к тому времени в голове то я все рассчитал я понял чем ты говоришь это нет ничего не будет а вот и мы есть как раз статиста компьютер органический вот живой пример это ж мы это есть мы самый настоящий компьютер которые которым управляет мы в чьих-то руках каждый из нас это мобилка грубо говоря то есть тебя держишь ты только настоящий это ты его аватар ну да я вещь интуитивно иногда люди на меня обижаются некоторые месяцами пытаются найти у меня минутку а некоторые парки да это попадает именно в тот момент когда я я могу и готов поговорить то есть они вы как раз небесная канцелярия было до вашей стороне вы именно в тот момент когда у меня появилось окно то есть и вот люди многие не понимают а дело в том что у меня образ жизни вот эти пять месяцев я каждый день у меня сам себе режиссер то есть каждый день я стараюсь сделать ролики каждый день стараюсь отвечать на письма огромного количества людей просто люди этого не понимают что мне сейчас приходит очень много писем я стараюсь каждая прочитать каждому ответить плюс при этом роль ролики это сделать и от меня вот благоверно это звонит она бы допустим каждый допустим день приходила бы а я стараюсь там хотя бы раз три дня раз в неделю чтобы не мешало трудиться хотя иногда и с ней бывало интересные вещи делал это вот осуществлял вот поэтому и еще и при этом делаю ролики читаю письма и надо еще изучать это дополнительную литературу читаю и видео дополнительное смотрю в частности видео приходится просматривать обогатить ролик где-то видео было до сих пор не могу найти хотел включить ролик зависит от названия теперь если найду видео ролик будет называться так если видео не найду будет по-другому я нашел материалы но не нашел этих слов этих фильмах значит то лет назад по красной площади был парад абсолютно голых людей 40 тысяч людей шли галяком по красной площади сто лет назад это вы сейчас можете это в интернете найти но для меня не важно то что это было для меня важно найти в ролике вот эту фразу чтобы диктор за за кадром это произнес если это я произнесу это фигня у нас же люди привыкли к менторскому голосу металл что такое менторский голос менторский голос это телеведущие да 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 там 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 произошло то-то все то вот поэтому не могу найти рейты мы сознательно пошли знаешь как вот в линейке есть на пиратских серверах рейты да да то есть мы пошли сознательно на тяжелые уровни езжешь допустим рейты где люди живут по миллиону лет есть такие рейты вот живут себе спокойно самое интересное что они хоть живут миллион лет но они внутренние ощущают точно так же как мы себя сто лет проживаем причем в этих сотах интересной обычай женщина когда вот миллион лет она прожила она умирает она должна родить ребенка то есть она не рожает все миллион лет но перед смертью она должна родить вот но это вообще самый лучший вариант это леонида туре как вот у тунгова послушать он про это прожить других сотах рассказывать единственно что он не знает что мир сотовый он просто взял индийские веды из них читает про сотовый мир но он воспринимает это как планеты а на самом деле если мы заменим слово планеты уберем и поставим соты сейчас я найду этот ролик там описывается что происходит в других мирах не знаю смотрели вы у меня называется жизнь других сотах или но это да этот ну да да еще проверю где то что ты еще послушаешь критику по поводу вас что критики говорят хотя по идее вот в этом ролике про жизнь других сотах рада добром поэтому поэтому и вот хотим ну я по крайней мере точнее хочу доверять 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 еще пока боюсь не обязательно я же говорю что я не мной придумано есть три информации вида не три вида точнее инфо восприятие начали человек услышал услышать это мало второй вариант это понять услышана а третий вариант принять вот когда вы ее примите в том-то мере это вы не будете сомневаться даже иногда я говорю не важно даже если бы я был бы там тысячу раз какой-нибудь там неположительный назовем герой хотя видно небесная канцелярия у нее другие планы она не могла как он конкретно мулатор видать эти знания поэтому подбирала тщательно дело в том что если бы не я сказал бы на стартовой площадке было несколько кавычках космонавтов я еще где-то в нашей соте славяно-язычных еще было три-четыре человека то есть я просто выпросил у них чтобы они мне дали это разрешение озвучить вот то есть они на запасной площадке еще держали людей которые должны были те же знания озвучить что я конечно по делам узнаете их по делам но и вообще наличие у славян только у славян есть совесть больше ни у кого если у человека есть совесть это славянин неважно даже них бываете знаете как бывает что негра вот допустим негр но он славянин каким образом допустим предыдущие реинкарнации он избивал или глумился над неграми и потом мы ему небесная канцелярия в наказание просто дала эту шкурку чтобы человек ощутил это полной мере как она быть негром поэтому в душе он славянин это равносильно как вы в игре создаете себе персонажа вы белорозовый персонажа создали черного или желтого но вы то все равно остаетесь славянином белорозовым но а создали себя это негритенка там или какой-нибудь красненького вот это просто называется простое объяснение да как бы это да потому что без терминологии и тому подобного но вот даже вот это простое объяснение значит оно как бы как бы объяснить разрывает что ли вообще все осознание мира получается нужно по-другому все воспринимать по-другому жить по-другому слушать да и так далее а не просто а не знаю как это понять не знаю как это ощущение то есть то что я говорил мне деньги в счастье и не нужно в три месяца к деньгам я был брат получается я теперь чем могу ну я не знаю как это сказать нет смотри с волками жить с волками жить и поволчивать ихним инструментом это понятно это одно сделать как бы блин не знаю не знаю я как сформулировать ты не знаешь да я как бы вроде бы знаю как сказать а как сформулировать слова я не могу сформулировать как бы простая тот же момент безумно тяжелая мне кажется слава понял ну попытаюсь предвосхитить не на самом деле как говорится как говорят все гениально просто не надо усложнять а чем больше больше терминов непонятных тем сложнее воспринимать может и поэтому как бы я для многих людей становлюсь становлюсь более восприятен сознанием что в упрощенной форме как я приводил пример ну их много было таких писем просто я одно озвучу как вариант что человек славянин уехал в Индию пять лет он там горшки чистил шесть лет пять лет еще двор подметал пять там воду носил пять там не знаю что-то шил там ликовал а через двадцать лет мастеру наставнику ну что я уже готов к знаниям хорошо я тебе короче знания там расскажу рассказал какую-то хренатень человек вернулся домой посмотрел мой ролик и пришел в шок говорит я слава я двадцать лет жизни отдал блин чтобы туалеты какие-то чистить посмотрел два-три твоих ролика час отдал на времени и узнал истинное положение вещей то есть вот так вот получается поэтому многим людям на самом деле особенно чем моложе тем круче то они это знание эти как говорится получили и теперь им уже будет легче это первое что эти знания дают самое важное это то что нам за последние лет навязали это страх самый страх страх перед уходом в мир иной а наши предки не боялись вот яркий пример те же назовем условно викинги которые наоборот с радостью шли это в бой чтобы как можно быстрее с телом этим распрощаться бонусы очень большие идут когда человек это но это много вымыслил вообще викинги это наши предки но немножко ну в двух словах был период когда серые ну да это ну вообще вся вся сота была здесь полностью белорозовых потом ну вот 140 миллиардов англосаксы это перекодированные славяне то есть оболочка наша осталась а внутри уже г то же самое что мы в темном доме негре будете или китайцы да понятно а кто их перекодировал а есть генной инженерии вот допустим 200 лет назад в лаборатории под названием рай создали Адаму и Ева они нарожали детей и потом они детям сказали идите и скрещивайтесь с женщинами ну так это получается что это плохо ну да это создали оболочки такие оболочка она тоже небольшую роль выполняет ну сейчас как бы не сильно принципиально но чем качественная оболочка тем лучше прием подключение к информационному полю это что-то какая-то две разные темы конкретно англосаксов и вот этой вот да это все это из той же оперы просто одних курируют скажем так рептилоиды других серые а третьих анунаки идите для нас захватчики являются но по сути андерген еще есть в смысле на плохих и хороших рождение ну смотри вот приводится например анунаки серые там да другое и мы вот белород ну ну вообще откуда взялись эти анунаки и тому как соседних сот соседних сот а на соседних сотах почему не находятся плохие люди я не знаю почему злые находятся разве вселенная не создана добра никак или все все это единое и добро и зло вот видишь вопросы у меня с этого пораздаются куда-то дальше меня хватит все узнать ну смотри если в двух словах ну такой упрощенной форме когда человек идет в тренажерный зал и начинает поднимать грузы у него тело начинает ныть там ему больно короче это а темные это своего рода тренажеры чтобы прокачивать нашу душу волю дух там выносливость выдержку то есть это на самом деле боты или мобы ну конечно чтобы развиваться да мы сами же их и создали по факту естественно это все как ты боксерскую грушу вешаешь отрабатывать дары точно так же мы создали этих засранцев а могло быть такое что допустим когда мы их создавали произошел какой-то бой и появились вот существа которые сейчас ими управляют этими ботами опять же 200 вариантов и это тоже ну теперь те люди которые знают что земля сотова им конечно смешно про планеты слышать да другой планеты это когда звезды пешком если рассуждать так что он хотел для сознания людей не можем чтобы ему легче воспринимали он мог быть с другой соты это запросто просто он понимал что если он использует термин соты его не поймут поэтому он запросто это я сам долго в лексиконе держал планеты чтобы это быть понятным а потом уже когда уже термины вошли в обиход я очень много про космос смотрел мне всегда это было очень интересно не ну космос есть только не в том виде более плотный океан над куполом звезды это планктон планеты это космические корабли ну как насчет кладаров знаешь нет ну это такая типа галактики засадывают а то придумали значит мне смешно было это ролик недавно посмотрел говорит ученые нашли черные дыры правда они их никогда не видели и не смогли ни одним прибором зафиксировать но ученые больше склонны к тому что они есть то есть они их не видели ничем не зафиксировали черные дыры у них в голове никаких черных дыр нету андроид андроидный коллайдер это психотропное оружие которое людей делает зомби и шизофреник ну это я тебе вообще я прям это сейчас как ты говоришь вот я про сотовую землю рассказал и кто сразу вас тренил значит все только ты это сказал я сразу прям как бы да у меня это видать в подсознании было что это а многие говорят мы просто вспомнили мы всегда это знали но мы почему то просто забыли у меня 90 процентов писем таких приходит